Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с диабетом. Это одно из самых распространенных заболеваний среди людей трудоспособного возраста. Россия вошла в четверку стран с самыми высокими показателями заболеваемости. В Северной Осетии количество диабетиков больше 22 тысяч человек. Каждый год эта цифра увеличивается. О том, как с пациентами работают в главном республиканском медучреждении, эндокринологическом диспансере, смотрите в нашем материале. Счастливая домохозяйка и активная пенсионерка. Так можно сказать про Аллу Кудзоеву. Все свои 58 лет она всегда чувствовала себя хорошо и никогда не болела ничем серьезным. И только две недели назад узнала свой диагноз – сахарный диабет. При максимальной норме сахара в крови 5, у женщины было почти 15. Поверить своим глазам и доводам врачей Алла Кудзоева не могла долго. Утром встала, меня вот начало, как будто землетрясение меня начало трясти. Первый день, второй, думаю, что-то не то. Пошла сдавать анализы. Первая цифра 14,5. Конечно, я не поверила, перепроверила. Я приехала сюда, в лабораторию сдала повторно. Все выявилось. Конечно, страшно было. Мне было очень на самом деле плохо. Меня ноги не держали, я ходить не могла. Из районной поликлиники женщину сразу направили в республиканский эндокринологический диспансер. Стали давать инсулин. После длительной терапии сахар в крови нормализовался. Вместе с ней в диспансере много других людей. Медучреждение рассчитано на 60 коек круглосуточного и 30 коек дневного стационара. Очень часто заполняемость стопроцентная. Это не только городские жители. Активная работа ведется и с районами республики. В диспансере работает своя школа диабета. Курсы для тех, кто только узнал про свой диагноз. Вместе с эндокринологами работают узкие специалисты – окулист, нефролог и кардиолог. При сахарном диабете, особенно, который выявили в первые выявленные, то есть мы смотрим, естественно, окулист, глазное дно, глазное давление, есть ли какие-то осложнения или пока нет. Как правило, бывают уже часто с осложнениями приходят, даже если в первые выявленный сахарный диабет. Ну и то же самое со стороны почек, то есть нефропатия и тоже неврологическая, тоже полинейропатия. Сахарный диабет делится на несколько типов. Самые распространенные – первый, второй. Дети, подростки и молодые люди больше склонны болеть диабетом первого типа. Второй совсем недавно был актуален среди граждан старше 45 лет. Но эта цифра опустилась до 27. Сахарный диабет – заболевание неизлечимое. Причина появления – неправильное питание, малоподвижный образ жизни и стресс. Важную роль играет и наследственность. Чтобы поддерживать стабильное состояние, диабетики принимают глюкозоснижающие препараты и инсулин. Пациенты получают препараты по двум видам льгот. При наличии группы инвалидности – федеральная, при отсутствии – республиканская. Врачи говорят, обеспеченность препаратом хорошая, но печальна статистика. Всего в Северной Осетии сахарным диабетом болеют 22 791 взрослые и 207 детей. Эти цифры растут. С каждым годом количество заболевших увеличивается минимум на тысячи человек. Наше население очень халатно относится к своему здоровью. Когда в первый раз выявляется высокий сахар крови, не всегда они доходят до доктора. То есть бывает такое, что где-то во время операции, во время какого-то хирургического вмешательства, во время плановой госпитализации по поводу другого заболевания, однократно бывает выявлено повышение глюкозы крови. Соответственно, этому пациенту дается рекомендация, что нужно обратиться к доктору-эндокринологу для того, чтобы дообследовать его и все-таки выяснить, если у него диабет или на сегодняшний день его пока нет. Пациенты до нас доходят через 5-10 лет, когда уже симптоматика заболевания бывает максимально острой. Врачи рекомендуют проверять уровень глюкозы или сахара в крови каждые полгода. Сделать это можно абсолютно бесплатно в республиканском эндокринологическом диспансере. Все, что нужно, прийти с утра натощак и пройти процедуру. Через одну минуту результат будет готов. Специалисты также заверяют, с диабетом жить можно. Правильное питание, здоровый образ жизни и своевременная проверка. Эти меры могут человека и обезопасить. Светлана Пхалагова, Виктория Базгадзе, Заур Кудзаев, Новости Осетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова